Президент Вадим Красносельский встретился с отцом Романа Радковского, погибшего в Абхазии. Роман – уроженец Дубасар. После военного конфликта в Приднестровье поехал на помощь абхазскому народу. Погиб 17 апреля 1993 года. Там, в Абхазии, и похоронен герой. Анатолий Радковский давно на заслуженном отдыхе, живет один. Говорит, Роман был его надеждой и опорой, и любил технику. Вместе с отцом открыли первую в городе частную автомастерскую. Но началась война 92-го. Мы с ним конфликтовали по этому вопросу. Очень конфликтовали. Я сказал, не должны стрелять люди друг в друга, а должны договариваться. Когда вместе работали, и зачем теперь смотреть прицел? После военных событий в Приднестровье Роман Радковский, несмотря на запреты и просьбы отца, уехал с запорожскими казаками в Абхазию. А спустя три месяца Анатолий Николаевич узнал, что сын служил в разведроте. При выполнении задания попал в окружение и погиб в ущелье под Гудаутой. Вместе со своим абхазским другом Родионом Барциц. Вот этот последний бой, который был 17 апреля 93-го года, для него стал последним. Но память живет о нем. И вот то, что родители Родика Барцица взяли его с собой, потому что, в принципе, тогда данных не было, откуда он кому сообщать. Это позже все выяснилось. А вот тогда они взяли его вместе со своим сыном, похоронили на своем семейном кладбище. Родиона Барциц и Романа Родковского наградили посмертно одной из высших государственных наград – Орденом Леона и присвоили звание Героев Отечественной войны народа Абхазии. Глава нашего государства во время официального визита в Абхазскую республику посетил могилу Романа Родковского, а сегодня навестил отца героя. Он похоронен в родовом месте. Это очень такое почетное место захоронения в Абхазии. То есть, они к ним относятся к Абхазу. Они говорят, что он у нас больше живет, чем пожил в Приднестровье. Я хочу туда поехать, иначе я не смогу спокойно умереть. Я должен туда поехать, поставить цветы, поговорить один на один с ним, вот как с вами. А то я с ним в последнее время как-то не понимали друг друга. Разговаривали на разных языках. Президент Вадим Красносельский и полномочный представитель Абхазии в Приднестровье обещали сделать все возможное, чтобы отец навестил могилу своего сына. Оксана Ступа, Анжела Каранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский телеканал.